Привет, друзья! Первый велосипед изобрели еще пару сотен лет назад, но человек не перестает стремиться к совершенству и пытается модернизировать классическую модель. Чаще всего эти попытки заканчиваются неожиданно. Некоторые необычные велосипеды вы увидите в этом видео. Велосипед высотой 4,5 метра, велосипед со странным колесом из двух половинок и даже модель с треугольными колесами. Начнем! Stupid Tall Bike. Велосипеды бывают разные. Маленькие, большие и очень большие. К последним относится велосипед под названием Stupid Tall Bike, созданный Ричи Тримблом. Этот велосипед недавно участвовал в заезде Киклавия в Лос-Анджелесе среди других своих более низкорослых сородичей. Маленьким велосипед действительно назвать нельзя. Его высота 4,4 метра. Сидящему наверху велосипедисту пришлось пригибать голову, чтобы не задеть светофоры и потолок тоннеля. Управлять подобной махиной непросто, поскольку она весит около 45 килограммов. Для создания велосипеда Ричи Тримбл воспользовался частями от нескольких велосипедов. Наступит Tall Bike, пришлось пожертвовать даже старой магазинной тележкой. Велосипед имеет длинную цепь, длина которой составляет 10 метров. Она создана из семи велосипедных цепей. На постройку гигантского велосипеда у автора ушло совсем немного времени – всего 12 часов. Mill One Mayors Wayplug. Длиннейший в мире велосипед является детищем группы голландских энтузиастов-байкеров Mill One Mayors Wayplug. Для его создания авторы использовали элементы алюминиевых конструкций, которые обычно используют для монтажа осветительных приборов на концертных площадках. Прочности этих деталей достаточно для того, чтобы удерживать собственный вес и выдерживать возникающие на такой длине нагрузки без значительных прогибов. Велосипед оснащен колесами от мотоцикла. Заднее колесо имеет более широкий обод и напоминает колесо от катка, что придает велосипеду достаточную устойчивость при движении. В конструкции этого механизма нет никаких дополнительных стабилизаторов или дополнительных маленьких колес по бокам, не позволяющих ему упасть в случае потери равновесия. Чтобы велосипед-гигант смог проехаться по общественным улицам, дорожным службам приходится перекрывать движение и убирать с проезжей части все припаркованные там транспортные средства. Длина этого мегабайка составляет 35,79 метра. Just a normal bike mess. С момента своего изобретения велосипеды имели два колеса. И насколько мы понимаем, оба колеса велосипеда должны быть в полном порядке и в отличном состоянии, чтобы в конечном итоге поддерживать его работу. Тем не менее, инженер-ютубер создал единственный в своем роде и полностью функциональный велосипед, который едет как обычно, даже несмотря на то, что заднее колесо состоит из двух половинок. Надо сказать, выглядит велосипед одновременно и непривычно, и эффективно. Судя по видео, ездить на нем вполне можно, причем не только по ровной дороге. Вместо камеры в половинках заднего колеса используется полиэтиленовая труба, прикрепленная к ободу заклепками. Пробить уж точно не получится. Куиггл. Куиггл – это миниатюрный складной велосипед, развивающий скорость до 30 км в час для поездок по городу, на работу или учебу. В сложенном виде размеры Куиггл совсем небольшие, что позволяет хранить его дома или в офисе, а также перемещаться с ним в автобусе, метро и даже в самолете. Рамка складного велосипеда изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечило Куиггл легкий вес – 8,5 кг. Особенностями велосипеда являются небольшие 12-дюймовые колеса и сидение, которое размещается на прикрепленной к рулю горизонтальной перекладине. Маленькие колеса позволяют нам быстрее разгоняться, предоставляя возможность маневрировать на многолюдных городских улицах. Регулируемое сидение подходит для пользователей ростом от 1,40 м до 1,90 м и обеспечивает практически вертикальную езду, предотвращая напряжение в плечах и шее. Односкоростной режим подойдет для ровных городских дорог, а трех и шести скоростные режимы – для длительных поездок по пересеченной местности. Куиггл – это не просто интересное изобретение, а практичное транспортное средство. Explore Air Paruello Два британских инженера представили велосипед Explore Air Paruello, который стал первым в мире велосипедом для любителей воздушных путешествий на парашюте при помощи электрического винта. Explore Air Paruello может развивать скорость до 40 км в час в воздухе и до 30 км на дороге. Кроме того, велосипед может подниматься воздух на высоту до 1 км. Он состоит из двухколесного складного велосипеда из авиационного алюминия и легкого прицепа с мощным вентилятором с двигателем объемом 249 кубов. Электрический стартер запускает двигатель и вращает вентилятор, создавая значительную тягу и при достаточной длине взлетно-посадочной полосы отрывает Paruello от земли. Он может находиться в воздухе до трех часов. С помощью этого велосипеда можно перевозить грузы. Для этого предусмотрен специальный мелкоколесный прицеп с рамой треугольной формы, который цепляется за сидение велосипеда. BISIMPLE Необычный концепт велосипеда разработал Джош Бектел и назвал свое творение BISIMPLE – компактный велосипед. В своем изобретении Джош решил не использовать цепь, а привод обеспечил прямой на заднем колесе с втулкой свободного хода, что позволяет разогнавшись ехать и не крутить педали. Для лучшей маневренности и компактности расстояние между колесами невелико. Рамая вилка изготовлена из хромомолибденовой стали. Поворотный режим заднего колеса позволяет велосипедисту делать более крутые повороты и делать на нем трюки. С другой стороны, не каждый сможет приспособиться к такому маленькому размеру. Дизайнер же уверен, что его творение идеально для крупных городов. Велосипед очень легко можно перевозить в багажнике автомобиля. Отсутствие цепи, а вместе с ней многих движущихся частей велосипеда, делает его гениально простым в обслуживании. Велосипед с треугольными колесами Идея создания такого вот необычного и, казалось бы, не очень удобного средства передвижения принадлежит китайцу, который решил удивить мир своим изобретением. Ну, оно по понятным причинам не пользуется спросом у любителей езды на железном коне, так как мягко и комфортно ее можно назвать с большим трудом. Bird of Prey В США разработали необычный велосипед с посадкой на животе. Называется он Bird of Prey, и педали у него находятся не спереди, а сзади. Велосипедист ложится животом на седло и облокачивается на руль. Если еще вытянуть руку вперед, то можно во время езды вообразить себя летящим над землей Суперменом. Такая посадка имеет массу преимуществ. Улучшаются аэродинамика и видимость дороги, а ногами значительно легче крутить педали сзади, отталкивая их от себя. Управлять подобным лежачим байком удобно. Ноги и руки на Bird of Prey поддерживаются при помощи специальных подставок, чтобы не держать их на весу. Эта модель – настоящая находка для тех велосипедистов, которым долго ездить на стандартном велосипеде не позволяют боли в спине. Правда, стоимостью этой модели не для слабонервных – от 7 до 8 с половиной тысяч долларов. Возможно, поэтому Bird of Prey не обрел всемирную популярность. Не забывайте ставить лайки, если вам было интересно. Мы стараемся для вас, и ваша обратная связь мотивирует нас сделать еще больше интересных роликов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok